МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, вы знаете, вообще культурная палитра города Витебска, как всегда, традиционно насыщена. Вот в понедельник, пожалуйста, мы отмечали 90 лет Театра Якуба Колоса. Сегодня у нас открытие 29-го международного фестиваля современной хореографии. Это, безусловно, какая-то особая визитная карточка, и не только для города Витебска, но и для республики в целом. Это та площадка, где вот впервые, 20 лет тому назад, современная хореография получила точку опоры. Конечно же, особых слов благодарности хотелось сказать и городскому центру культуры Витебска, и Марине Геннадьевне Романовской, которая стояла у истоков создания этого фестиваля, которая постоянно наполняет, постоянно развивает данный творческий проект. И каждый год в ее творческой копилке есть тот или иной сюрприз. Я думаю, что и в этом году мы столкнемся с такими сюрпризами. Все работы, которые будут представлены в афишной программе, это, естественно, все впервые в Витебске. Из восьми представленных в афише шесть премьер, два хита. Поэтому, ну, в Витебске это не было представлено никогда. Весь конкурс, это все новые произведения, это все, что увидит Витебск. Много всяких новых фишек. Это и пати в первый день, и причем пати по-белорусски, где мы будем с деревенским оркестром и жителями Лиозной, изучаясь в Восемь колен белорусской кадриле. Такого точно не было никогда. Поэтому, ну, я думаю, что эта вечеринка нам удастся, и люди уедут обогащенные еще больше от нашей страны и нашей традиционной белорусской культуры. Ты чего не было еще на премьер. На самом деле, в руках у меня так называемый жетон. Жетон, который будет предложен каждому хореографу, руководителю коллектива, представленному на международном конкурсе. Участники конкурса почувствуют себя в какой-то степени членами жюри, потому что по итогам их мнения и их оценки будет определен еще один приз, еще одна работа, которая получит достойную награду. Но эта награда уже определяется самими конкурсантами. В рамках фестиваля современной хореографии открылась выставка «Музыка цвета», которую представляет художник Олег Крошкин. На фестиваль приезжает большое количество коллективов и известных заслуженных коллективов, таких как и «Киевмодернбалет», и «Балет Евгения Панфилова», и трупа Национального театра, Большого театра оперы и балета. Конечно же, у них есть очень много интересных постановок, отрадно, что они привозят и премьеры, и в этом году будет несколько премьер у нас на сцене, поэтому в первую очередь, конечно, хочется посмотреть премьеры. Следите за новостями на портале городвитебск.бай Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова